всем привет ребят помните мы с вами делали из балласта электронного энергосберегайки клл компактной люминесцентной лампы блок питания и я вам тогда пообещал что в скором времени я сниму видео о том как сделать импульсный паяльник с моментальным нагревом тоже на базе вот этой платы ну так вот время пришло небольшая переделка коснулась этого блока а именно я установил вместо транзисторов 13 203 13 207 они помощнее но 0 3 тоже прекрасно работает почему я поменял потому что они у меня накрылись из-за того что я не поставил радиатор и в общем-то в процессе экспериментов подборки трансформатора они у меня благополучно накрылись но ничего страшного я заранее поставил помощнее если вы будете собирать из того что есть то есть вот на таких вот 0 3 транзисторах наращиваете и множки и просто-напросто с помощью гибких проводников устанавливаете на радиаторы вот таких вот радиаторов за глаза хватает кстати еще пока не почищено это флюс мы все уберем канифоль она нам на данный момент для испытаний не помешает до этого переделка вы помните какая была установлен был конденсатор большей емкости теперь у нас установлены транзисторы на радиаторы и блок питания я взял первый попавшийся блок питания вот старенького 9 импульсный блок питания разобрал трансформатор смотал все обмотки и проводом 04 двойным проводом я намотал 180 витков прям вдвойне два провода и пошел мотать ничего сложного просто плотно наматываете 180 витков у нас как раз и зазор остается и что характерно даже под нагрузкой транзистор особо не греется без нагрузки не вообще не нагревается сколько бы блок питания не был включен то есть количество витков подобрана так как надо довольно долго пришлось повозиться естественно запуск будем производить через лампу накаливания первые запуски пробные но опять же прежде чем все это запустить я еще немножко расскажу дальнейших переделках взял толстый медный провод можно либо взять три три с половиной квадрата я также пробовал миллиметровый провод 6 жил делать но его оказалось немножко многовато так как сама жала я использовал не медные а обычное железо лудится без проблем паяется без проблем оно не изнашивается очень долговечное так как имеет больше сопротивления чем медь нагревается намного быстрее конечно для кого-то комфортнее будет все таки медным паять жалом для меня стальное жало очень даже подходит можно конечно медные поставить но опять же тут надо будет подбирать вторичную обмотку я сделал такие временно для фиксации этого жала вторичной обмотки я вот такие клеммники приобрел и корпус я пока не будут изготавливать я просто соберу макет покажу что он работает в качестве кнопки включения буду использовать кнопку от микроволновой печи она у нас держит 125 250 вольт 15 ампер без фиксации то есть нажали пока держите контакт есть отпустили контакт разорван гибкими проводниками я буду подключать не на плате отдельно сам трансформатор кстати кто хочет может в отдельном блоке в отдельном корпусе сделать даже в корпусе распред коробки электронику распаять а уже трансформатор дабы уменьшить еще габариты трансформатор уже сделать в корпусе в виде ручки узенький такой корпус сделать продолговатый сбоку кнопку и туда уже подвести провод ну тогда надо будет четыре жилы потому что две жилы будут включать балласт в данном случае блок питания две жилы будет питать трансформатор сейчас я припаиваю электронную часть к трансформатору и делаем запуск все провода припаял сейчас запустим лампочка должна немножко вспыхнуть кратковременно потому как конденсатор большой емкости заряжается ну вот и все у нас все работает как я уже говорил без нагрузки абсолютно холодные радиаторы даже нагрузка недовольно долго нагревается ну что ж запуск у нас прошел очень успешно сейчас нам надо вот этот вот толстый провод из которой будет царичная обмотка стоять протащить вот в этом вот зазоре между катушкой и магнитопроводом магнитопроводом сейчас протащим будет неполный виток то есть нам не надо будет несколько оборотов сделать просто вот так вот его вытащить с обратной стороны и прикрутить клемм вот так вот у нас все выглядит неполный виток получился теперь цепляем клеммники одеваем и зажимаем кто хочет может большим паяльником очищенные концы залудить нам на данный момент это не потребуется потому что это все-таки как макет как наглядное пособие и как я уже выше сказал можете в любой корпус который вам больше понравится укладывать как хотите упаковывать оформлять моя же цель показать что схема работоспособна и какие функции она выполняет и насколько хорошо что ж едем дальше закрепив клеммники с обратной стороны вставляем кусок скрепки и следим за тем чтобы клеммники это скрепка зажалась винтом ну вот и все со вторичка она закончена теперь мы сделаем пробный запуск и попробуем произвести пайку довольно быстро разогревается это уже хорошо олово плавит просто великолепно и все лудится держится ну дальше уже идет перегрев потому что нужна кнопка то есть мы будем периодически отпускать кнопку или нажимать включать включать устройство и тем самым не допускать не допускать чтобы жало перекрывалось все в принципе у нас работает дальше надо каким-то образом прикрутить кнопку зафиксировать наверно просто примотаю изолентой прям трансформатору и уже подключу кнопку в разрыв сетевого провода и исключим лампу как вы видите лампа работает вы заметили что она что она сначала загорается ярко потом не тухнет до конца это говорит о том что все-таки идет нагрузка трансформатор нагружен он не холостую работает поэтому лампочка она не погаснет до конца это абсолютно нормальное явление тут ничего страшного нету когда мы есть включим из сети у нас ничего не взорвется ничего не замкнет все будет также работать ну в общем то все увидите вы главное не переключайтесь кому интересно смотрите дальше можете заодно поставить лайк и подписаться чтобы не забыть это сделать потом вот ребят такая конструкция получилась я заизолировал все отводы но опять же имейте ввиду что опасное напряжение присутствует поэтому если вы будете делать для себя делайте в корпусах я вот лично планирую в будущем такую коробочку все упаковать это готовые корпуса в китае продаются я вам не могу дать ссылку потому что я лично их не заказывал это подарок заказывали другие люди в общем подарили мне но я думаю вы сможете самостоятельно отыскать такие коробочки ну что поехали нажимаем кнопку вот сейчас показываю держу жало холодное и и начинаем производить демонтаж прекрасно у нас отпаивается все неудобно что тут еще можно отпаять всё неудобно что вам нужно делать это неудобно что вам неудобно что вы хотите сделать это давайте попробуем припаять все шикарно припаивается все шикарно отпаивается конечно мне надо чуть-чуть покороче сделать жало чтобы она чуть-чуть побыстрее нагревалась если передержать длительное время то у нас получается окалина нажали это уже не очень хорошо потому что если жало у нас загрязняется то ухудшается теплообмен и пайка становится не очень качественная ну что ж сейчас я попробую сменить жало поставить покороче этим временем абсолютно холодный радиатор 25 градусов и трансформатор 26 градусов что же меняем жало и пробуем еще раз отключим от сети и ну что я поставил короткое жало облудил давайте пробовать шикарно как видите олово разогревает пробуем все прекрасно так что для негабаритных работ отлично подходит ничего не греется потому что я слышал что у многих при переделке были жалобы на то что якобы как утюг разогревается 26 26 трансформатор тока 28 едва тепленький сам трансформатор 35 вот он нагревается и заметьте поплавились клеммы объясню почему потому что ток довольно большой идет напряжение маленькое ток большой немножко расхлябались винты жало начало дольше разогреваться все решилось просто подтягивание в принципе вы сами можете решить какие вам больше клеммы нравится сделать то как вам по душе все шикарно теперь наверняка будут вопросы по поводу вторичной обмотки ребята вторичную обмотку можно намотать несколько жил можно взять толстый кабель я уже точно не помню его сечение я брал для него с для электротитана треужилку медную это обычной изоляции пластиковой можно взять вот такую шинку тоже прекрасно работает вы спросите где ее взять очень просто стартера от старых машин от москвичевских от жигулевских сейчас на современных стоят магниты постоянные раньше там ставили именно обмотки статорные и вот в такой медной шинке прекрасно наматывается то что она плоская при этом достаточное сечение тоже разогревает хоть медную жилку хоть стальную в той же скрепке так что можете оттуда взять автолюбители попросить наверняка мне кажется я думаю без проблем можно найти статор от стартера старенький даже сгоревший просто замотать изолентой той же тряпичной изоляцию сделать и установить потому что там много не надо ну что ж в принципе эксперимент довольно неплохо удался теперь нам осталось поэкспериментировать я вот думаю установить все таки медное жало я пробовал довольно долго разогревается ну ничего попробуем еще раз кончик зачищу попробую облудить посмотрим что получится установил медное жало да бедать нету контакта потому что она не греется ни черта я поленился плохо снял изоляцию в местах крепления сейчас выкручиваем хорошенько надо зачистить вместо контакта я надеялся что болтик прорежет все таки лак но не получилось ну что ж зачистил да довольно долго нагревается нет ребят с этой вторичной обмоткой не поканает не поканает вот едва начинает плавить уже лудится ага вот вот но все равно очень плохо пробуем ну транзисторы нагрелись 29 может быть около 30 градусов опять же это практически не нагрев сейчас я попробую добавить еще одну жилку поставить две жилки увеличить сечение и попробовать еще раз поставить медное жало ну что я поставил двойную жилу соединил параллельно включаем во все ребят отлично чуть-чуть конечно подольше разогревается но медным тоже можно без проблем паять шикарно прям шикарно и да конечно я прекрасно понимаю тех кто будет критиковать что мол сделал короткие провода опять же говорил это только для проверки ради того чтобы убедиться в работоспособности схемы наносительно работоспособно без проблем радиаторы холодные 34 градуса 30 небольшой разброс есть так что можно паять скрепками обычными канцелярскими можно паять медными жилками очень работоспособная вещь и главная загвоздка остается это корпус все собрать красиво в корпус я конечно не обещаю не гарантирую потому что в планах очень много съемок не гарантирую что в ближайшее время сделаю корпус для него но все же у меня есть интерес для себя собрать его так иногда где-то надо по-быстрому пропаять хоть паяльная станция довольно быстро разогревается но опять же вот этот паяльник разогревается еще быстрее поэтому для собственных целей я его буду собирать и обязательно будет продолжение если будут какие-то вопросы задавайте в комментариях постараюсь на них ответить ну в принципе пока на этом все что касается самого балласта КЛЛ впереди еще будут видосы о том как сделать блок питания сколько мощности с него можно вытянуть опять же будем сами делать трансформатор подключать замерять кому интересно подписывайтесь на канал кому понравилось видео поставьте пальцы вверх буду очень рад благодарен не забывайте жать кнопку колокольчик чтобы не пропустить свежие ролики ну и конечно же я желаю вам успехов берегите себя когда будете работать с электричеством тут опасно для жизни здоровье напряжение всегда отключайте от сети для того чтобы что-то поправить настроить хорошо все изолируйте и лучше собирайте сразу в корпус на этом все всем пока всем пока не забывайте пока Продолжение следует...